Здарова, мацаны! Это начало нового выпуска. В этом выпуске вы увидите, как мы по чуть-чуть будем начинать осваиваться здесь. Приводить это тоже помещение в порядок. Начинать... Начинать... Начинать работать. С вами Вован, Макс и Сахам. И сегодня мы начинаем дешить инструмент. Вот. Мы не будем сильно заморачиваться. А зачем саморез оставлять? Просто, чтобы держалась сейчас. Так она держится? Пускай, пускай. Еще один. Просто, чисто, чтобы держалась. Решили на быстрый монтаж все захерачить. Блин. У Ромчика взял планки вот такие. Хотел от стены отодвинуть доску ОСБ, чтобы потом вкрутить саморезы. Ну, как в прошлом гараже, на которые будут вешаться инструменты. Оказалось, что сейчас уже полпятого вечера. Рынок закрыт. А быстрый монтаж очень маленький у меня. Придется, короче, херачить напрямую в стенку быстрый монтаж. Потому, что через планочку они очень короткие, они не держатся. Как будем вешать инструмент после этого, разберемся попозже. Пока главная задача нам повесить доску. Вот. С минимальными. А так бы я деньги потратил, которых и так и нет. Приезжал один подписчик сегодня. Сразу же халява, халява. Приехал, типа поварить ему переднюю юбку. Я ему сказал, что я не сварщик. Я для себя. И то, блин, я легко задрачивал очень долго. Ну, по электрике, если у него что-то найдется, приезжаем и все сделаем. А так, еще два места пока что. Два места на почин. На почин. Гуд, гуд. Привет, Эдвик. Здорово. Как дела? Скучно. Чего? Мерседеса помойки, ты знаешь. А как ты относишься к мерседесу? Да, нейтрально. Это к чему-то вообще как-то с чувством арбашек? Да. Скорее, да. А? Ну, к панде своей как относишься? Панде вообще с убогой любовью. Ты пораньше всех уже первый в гараже что-то делаешь. Да. Расскажи, чем занимаешься. Да, проводки собираю. Ага. Распаковываешь, да, потихонечку уже все? А у нас куча вот такие. Это уже ты, да, сделал? Ага. Я думал, по-быстрому с утра будем пройтись и сделать это все. Вот. Нам еще стол надо делать. Сегодня, наверное, начнем делать. Вот там вот под инструментами? Да, вот там на углу такой будет. Ага. Прикольно будет. Наверное, да. Вот. Что еще? Нам сварочник нужен, компрессор еще. Будем, этот, надеемся, что Леха нам поможет. Отдаст нам, блин, сварочник сегодня. И мы сделаем, Саша, нам надо. Ага. Привет, ребята. Сегодня второй день, короче, когда мы вешаем инструмент. Вчера, короче, уже там повесили эту доску и эту доску. Та круто держится. Там стены именно бетонные. А здесь какая-то штукатурка еще старая. Как песок, короче. Ну, дюбеля тут не держатся. В общем, там держатся тут нет. В общем, купил я вот такие анкерные болты, анкера 10 на 8. Сейчас я их просто на 4 анкера повешу, эти доски. Будет очень круто. Вот тоже анкерные такие вот крючки. Ну, реально, я на них встану, они не поломаются. Вот. Вот тут они специально закинули сюда анкера, потому что тут реально рыхлая стена. Вот сейчас сниму доску, просверлю 4 отверстия и вставлю туда анкера. Пока так. Вчера, кстати, вот уже развесил я инструмент. Красиво смотрится. Вот. Чтобы было очень красиво. Ну, как в прошлом гараже. Компоновка инструмента чуть-чуть другая. Ну, прошлый опыт мне подсказывает, что вот так будет лучше, чем в прошлый раз. Все было взбито в одну кучу и уже непонятно, как дальше распределять доску. Сейчас четко, круто. То есть на этой доске будут именно вот такие вот инструменты, типа отверточки, там ключики, кусачечки, там плоскогубцы. А тут будет доска под пайку, ну, микро, микро, короче, элементы всякие. Еще будет такая ОСБ плита. Там будут такие силовые уже инструменты, типа молотки, там может быть напильники, там все именно такое силовое. Там съемнички, вот. И будет еще одна, скорее всего, такая же, такой же лист с той стороны. Там будут стоять тиски и точила. Это там будет уже такое, типа болгарок всяких, там дрелей. То есть будет все там. То есть мы хотим распределить четко-четко вот так вот место, чтобы было, во-первых, очень все доступно. И понятно, вот, интуитивно, куда подходить, зачем, чтобы что-то взять. Вот. Ну, пока сейчас вторая доска. И сегодня я привезу еще третью с Дэжо УСБ. Там будут, вот, как я сказал, там молотки и что-то еще. Ну, молотки-съемники, да. Вот. На этой стене. Дальше в планах это стол. Нужен длинный один стол. То есть я хочу купить на металлобазе уголки, листы металлические и сварить вдоль этой стены один длинный сплошной стол. Стол, который был на том СТО, в том боксе. И вот этот. Они очень широкие. То есть, ну, они, вылет у них большой. То есть если будет у меня такой стол, то будет такая же проблема. То есть стол заканчивается здесь, я буду тянуться за этими инструментами. Это неправильно. Стол, во-первых, должен быть, ну, чтобы ты мог достать инструмент, вот так вот, легко. То есть, вот такой не широкий будет стол. И он будет... Сколько? 40 сантиметров, да? Ну, 60 я посчитал, примерно. 60 сантиметров. Вот, вытянутая рука. 60 сантиметров примерно. И он будет идти отсюда до той стены и заворачиваться сюда на угол. Будет заканчиваться где-то здесь этот стол. Дальше хочу поставить там зарядную такую полку для заряда аккумулятора. То есть это будет полка и, ну, под несколько аккумуляторов. На этих полках будут свисательные клеммы. Там будет вольтметр, амперметр, с подсветочкой LED. То есть, чтобы каждая секция отдельно заряжалась и показывала потребление тока и напряжения. То есть, будет сегментальная зарядка, ну, типа. Вот, будет очень круто. Потом сверху мы хотим такие сделать стеллажи. Сахам уже порезал такие одинаковые там баклажки. Вот, они будут висеть, скорее всего, где-то сверху над уровнем головы. Ну, не высоко тоже. Или под столом где-то. Они будут как шухлядки. Там болтики, винтики, гаечки. В других там будут какие-то микроэлементы. Там для байки, может быть. Там где-то клеммы какие-то, релюшки будут. Ну, все такое. Подписано все будет. Чтобы все было организовано. Потому что, когда куча людей и ничего не организовано. Все исчезает, все пропадает. И все вперемешку. Там где клеммочки, там могут и болтики быть. Это неправильно. В общем, сейчас занимаемся организацией рабочего пространства. В первую очередь. Ну, а дальше посмотрим, да. Что дальше делать. Так, ребята. На этом и подходит, и завершается наш выпуск. Реально мало контента. Потому что переезды, вот эти все разборы полета. Вот эти все штуки. Там у меня гипс. Нету времени реально. Задержки. Поэтому и происходят. Потому что реально не успеваются вообще скинуть материал. Мы тут все у нас жопу в мыле, короче. Ну, реально. Вот. Мы сейчас разгребемся чуть-чуть со своими делами. Сейчас оборудуем все. Обустроимся как-то. Пустим корешки свои в эту новую землю. Вот. И тогда мы снова начнем монтировать видосы. Может даже более интенсивно. Более качественные видосы. Вот. Да. Ну, пока особо интересного ничего нет. Ну, толку смотреть на то, как я одну досочку забиваю в день. Ну, понятно, происходят какие-то там моменты. Но их... Ну, и не успеваешь просто даже включить камеру, заснять это все дело. Вот. Конечно, круто было, если без GoPro тут летал постоянно. Да, как я там на мопеде туда-сюда в один день, наверное, сто раз. Я, ну, километров сорок проезжаю на мопеде. Интересно, конечно, но снять это не получается. Вот. В общем, да. На этом и все. Ждите. Ставьте плюсики. Комменте. Вот. Хочу еще, кстати, вот с Максом я хочу поговорить. Давайте сделаем, наверное, рубрику «Ответы на вопросы от Вавана». И не только от Вавана. Он, Сахам, тоже может выдать какую-то информацию нам интересную. Ну, и все. И Макс тоже расскажет, что почем вообще происходит. Вот. Я думаю, надо запустить такую рубрику. Вот. Вы копите вопросики. Даже можете уже в комментах писать свои вопросы. Я думаю, можем даже запустить стрим. Вот. Уже техника нам позволяет. Даже с того же телефона можно запустить стрим на YouTube. Ответим на ваши вопросы. Ну, потому что реально сейчас сложно что-то снимать. Реально. Вот. Некогда просто. Некогда снимать. Так что давайте, ребята, ставьте лайки. Ждите новых видосов, новые выпуски. Мы стараемся для вас в первую очередь. Ну, и для себя, конечно. Про себя не забываем. Вот. Всем удачи. Всем пока. До новых встреч. С вами был Вован. Макс. Сахам. Витек. Малой. Рада. И Злата. Вот. Пока такая маленькая команда. Ну, я надеюсь, мы найдем новых автоэлектриков. Крутых. 100 гривен в час будем платить им. Так что, подтягивайтесь в электрике. Мусорки там уже. Вот. Да. Автоэлектрики харьковские. Подтягивайтесь на работу. У нас уже уровень, топчик, топ-жир. Вот. Так что, все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин